Теперь к нашим обыденным делам, возвращаемся к войне и идем по направлениям, по оперативным направлениям, что произошло на этих направлениях за последние сутки. Итак, Волынское и Полесское направления. Здесь противник продолжает наращивать силы и средства радиоэлектронной борьбы. Это может быть две тенденции. Первое, прикрытие своего воздушного пространства на случай, если будут наноситься ракетные удары как с наземных комплексов, так и с воздуха. А с другой стороны, это глушение наших средств и постановка помех для нарушения системы военного управления войсками вдоль границы с Беларусью. На Сиверском напрямке противник продолжает удерживать отдельные подразделения западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания сил обороны Украины и не допущения их перемещения на другие оперативные направления. Харьковское направление. Обстрелы ствольной и реактивной артиллерии, нанесение авиационных ударов, противник предпринимал штурмовые действия и пытался продвинуться в направлении Дементьевки, успеха не имел, отошел на исходные рубежи. Харьковское направление. Обстрелы ствольной и реактивной артиллерии, ввел воздушную разведку противник с использованием беспилотных летательных аппаратов с целью нарушения работы систем навигации наших войск. Харьковское направление. Ввел обстрелы на отдельных участках фронта. Для разведки наших позиций ввел активную воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Силы обороны отбили попытку противника наступать в направлении Григоровки. Бахмутское направление. Противник ввел артиллерийские обстрелы и наносил авиационные удары по нашим позициям. Отдельные подразделения противника осуществляли попытку улучшить свое тактическое положение в направлении Солидар, Зайцево и Майорск. Успеха не имели, отошли на исходные позиции. Авдеевское направление. Обстрелы из танков и ствольной артиллерии. Противник наносил удары авиацией. Пытался наступать в направлении Невельского. Получил отпор и отошел назад на исходные позиции. Как мы видим из всех направлений, славянское, бахмутское, авдейское продолжают оставаться наиболее... Сегодня даже на Харьковском противник попытался ввести наступательные действия. То есть они не оставляют попыток проверить нашу оборону, в том числе и вот такими штурмовыми или наступательными действиями на отдельных участках. И причем небольшими группами, о чем далее я расскажу. Новопавловское направление. Имеющимися средствами огневого поражения ввел обстрелы наших позиций. Нанес авиаудар, ввел наступление в направлении Пречистовка. Успеха не имел, отошел. Запорожское направление. Противник наносил авиационные и артиллерийские удары по нашим войскам. Других активных боевых действий не проводилось. То есть запорожское направление сегодня было снижение боевой активности, позиционные бои без активных действий. В акватории Черного и Азовского морей корабельная группировка Черноморского флота Российской Федерации не получила изменений. Не претерпела, точнее, изменений. Продолжает выполнять задачи по созданию помех в судоходстве. Особенно в северо-западной части Черного моря. Кстати, погода за прошедшие сутки в Черном море была очень плохая. Был шторм. И сегодня возможно появление опять дрейфующих мин. Мины могли быть сорваны штормом с якорей. И дрейфовать в море. Поэтому есть опасность появления дрейфующих мин. Южнобокское направление. Здесь обстрелы из танков, ствольной реактивной артиллерии. С целью недопущения продвижения наших войск. Противник силами одной до разведгруппы пытался вести разведку в районе Потемкиного. Был обнаружен и уничтожен. Так что других активных действий противник на Южнобокском направлении не предпринимал. В общем, ситуация стабильная. Движения фронта нет. За прошедшие сутки не наблюдалось вообще. Ни в какую сторону. На отдельных направлениях. Вот четырех из девяти. Противник из десяти даже. Противник пытался проводить штурмовые или наступательные действия. Успеха не имел нигде. Обстрелы. За последние сутки противник обстрелял город Славянск. Вокзал. Очень сильный обстрел. Большие разрушения на железнодорожной станции. По количеству жертв ситуация уточняется. Также были обстреляны Нимкопольский, Криворожский район Днепропетровской области. Также были обстреляны несколько территориальных громад Сумской области. Сопредельного Харьков. Харьков был несколько мощных ударов ракетами типа «Искандер». Довольно серьезные разрушения. Причем ударили по центру города. По старому Харькову один из ударов пришелся. По количеству жертв и разрушений сейчас уточняются. Ну и в районе города Запорожья тоже был нанесен удар. Вот такие обстрелы были. Это меньшая часть из того, что произошло за сутки. Я беру в основном такие самые мощные, самые обстрелы, которые наносятся не на самой линии фронта, а уже немного в глубине нашей страны. Удары. Мы наносили удары по Дарьевскому мосту. У Высокополья был нанесен удар по скоплению войск. Кстати, Высокополье надо отметить. Помните, Высокополье мы с вами обсуждали несколько недель назад. Это выступ, который образовался в обороне войск противника в результате наших успешных действий в районе Ольгина и в районе Потемкина. И вот этот выступ сегодня, в эти прошедшие сутки, очень приятно отметить, работала наша армейская авиация. Наши вертолеты обрабатывали войска противника, наносили им огневое поражение довольно успешно. Так что, возможно, в районе Высокополья, возможно, в ближайшие дни будет какое-то движение. А может быть, все останется так, как есть на сегодняшний день. Но все равно приятно, что армейская авиация наша работает. Кстати, по Дарьевскому мосту должен отметить, что это единственный стационарный мост, который соединяет Новую Каховку и Херсон через речку Ингулец. Так что, разрушение Дарьевского моста, там остается несколько понтонных мостов, которые были еще наведены до войны. Они старые, но их можно использовать. Я думаю, что наша артиллерия и позаботится и об этих мостах, для того, чтобы рассечь. Вот это и будет, кстати, рассечение. Полное разрушение мостов через реку Ингулец фактически де-факто рассекает южнобукскую группировку российских войск на северную и южную компоненту. То есть, на Криворовское и на Николаевское направления. Новобогдановка горит. Вы помните, там были когда-то огромные склады боеприпасов, которые когда-то горели, причем горели дважды. Ну, это были еще в достославные времена, очень-очень давно. Так вот, теперь российские оккупационные войска пытались использовать Новобогдановку для создания базы хранения техники и боеприпасов. И мы нанесли по ней удар. Там произошли взрывы. И сейчас в районе Новобогдановки на складах боеприпасов горит российская техника и идет детонация боеприпасов. В Епатории за прошедшие сутки тоже сработала система ПВО. Были выстрелы, но вопрос по взрывам пока информации нет. Но, во всяком случае, система ПВО сработала. Кстати, оккупационные власти Крыма решили, в приказном порядке запрещают постить сообщения о наземных взрывах на территории украинского Крыма. Продолжение следует...